Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия и я рада видеть вас в музее Тульской древности. Сегодня мы будем делать с вами куклу, которая называется обрядовая масленица. Выглядит она вот так, делается она только из ткани. Мы все уже давно привыкли, что на масленицу делают большую куклу, масленица, символ зимы, символ самого вот этого праздника, которую затем в течение всей недели чевствуют, как-то приветствуют, а в конце недели сжигают. Но не все знают, что на масленицу делали и других кукол. Например, вот такую обрядовую куклу масленицу. Как я уже сказала, она делается только из ткани, без применения каких-то палочек или лыка, или соломы. И делали ее накануне масленицы, или в первый день масленичной недели, в понедельник. И должна она была оберегать семью в течение года. Затем, когда год проходил, и снова наступала масленичная неделя, куклу старую сжигали, которая выбрала из себя уже всю плохую энергетику дома, все плохое, что случилось в этой семье. И вот чтобы это опять не случилось, все нужно было сжечь. И делали новую вот такую куколку. Куколку сажали в красный угол. И вообще считалось, что чем больше куколок сидит в красном углу, тем лучше, счастливее пройдет год в этой семье, в этой избе. Для того, чтобы нам сделать такую куклу масленицу, нам понадобится белая ткань для головы и рук. То есть приблизительно кусочек белой ткани 15-20 см квадрат. Сторона 15-20 см. Два кусочка белой ткани, можно прямоугольной. Сторона тоже где-то 10 см. 10 на 5, например, сантиметров. Два кусочка цветной ткани для юбки. Теперь я сделаю юбочку из такой ткани, красной и зеленой возьму. И треугольный кусочек ткани для того, чтобы нам с вами завязать нашей куколке платочек. Обязательно понадобятся нитки, лучше красные, так как куколка получается обереговая, и синтепон или вата. Раньше, конечно, брали кудель или до сих пор можно взять какой-то ветошь, то есть ненужные нитки или кусочки, небольшие кусочки ткани. Однако с ветошью работать достаточно трудно, поэтому, если вы только начинаете, лучше возьмите синтепон даже. Даже не вату, а синтепон. Итак, начинаем мы с вами с того, что делаем голову. Берем квадратный кусочек ткани, берем кусочек синтепона или вата, или ветоши, формируем из него комок, накладываем кусочек ткани на руку и в серединку кладем комок ваты в данном случае. И еще больше его утрамбовываем, формируем. Делаем вот таким образом. Получается голова нашей куколки. Мне кажется, голова маловато. Надо еще добавить. Не жалейте, особенно при работе синтепона, потому что синтепон очень хорошо уминается. Ну а ваты смотрите так, чтобы голова была в самый раз. Ну, я думаю, такой достаточно. Теперь можно решить, где перед нашей куклой, а где у нас обратная сторона. И завязываем. Ниточку пока не обрезаем. Да, таким образом делаем. Дотягиваем. И с необрезанной ниточкой голову откладываем. Будем руки и голову делать на одной нитке. Для того, чтобы сделать руки, вот обратите внимание, у меня ручки получились такие остренькие. Мы делаем с вами скрутку не по ровной стороне, а немножко на угол. Но я делаю так, как мне нравится. Да, это опять же мое видение. Вы можете делать просто так, как вам проще. Можно просто по ровной части, по ровной стороне. Мне просто кажется, так ручки выглядят более красиво. И самое главное, что их не нужно фиксировать вверху, в верхней части. Вот таким образом мы закручиваем. Стараемся скручивать как можно туже, чтобы ручки у нас получились достаточно такие тоже тугие и соразмерные наши куколки. Вот такая длинная получается. И там, где у нас уголок остался, приматываем куколки. Вот так. Затем я. Можно просто завязать узелком. То же самое делаем со второй рукой. Заворачиваем. Вот ручки – это одна из особенностей этой куклы. Обратите внимание, что они у нее направлены вверх. Есть даже такая икона «Богоматерь Знамени» или «Путеводительница». У нее тоже руки вверх. Она как бы молит Бога о том, чтобы Он за нас заступился. Также и куколка, оберегая, она тоже просит небеса о том, чтобы у нас все было хорошо. И, конечно, это обращение еще к Солнцу, так как Масленичная кукла. Масленица – это проводы зимой встречи весны. И, конечно, это обращение к Солнцу, чтобы солнышко пригрело, чтобы быстрее наступила весна. Вот таким. Обратите внимание, у нас осталось достаточно много места здесь и достаточно много ниток. Можно оставить так. А можно сделать немножко… Край у нас один остался. Немножко сформировать как бы туловище куколки. Вот таким вот образом. Да, то есть вот ручки у нас должны быть обязательно направлены вверх. Да, мы запомнили об этом. Помним об этом. И особым образом сейчас будем закручивать юбку. Лишние нитки здесь уже можно все отрезать. Вот фигурка нашей Масленицы готова. Теперь мы с вами берем два наших квадрата ткани и сворачиваем их по диагонали так, чтобы получился треугольник. Вот таким образом. Один. Получше проглаживаю место сгиба и второй кусочек точно так же. Обратите внимание, Масленицы делают из ярких цветов, напоминающих нам лето, весну, солнце. Поэтому я взяла, беру красные, желтые, оранжевые ткани. Теперь смотрите, нам нужно особым образом наложить эти юбочки, лоскуточки, чтобы сделать юбочку. Один лоскуток мы оставляем острым концом к себе и ровной линией от себя. Второй накладываем перпендикулярно. Вот этот край пойдет к острому. То есть можно сказать по линии, по этой линии. Выкладываем таким как бы, даже не треугольником, такой непонятной фигурой. Вот таким образом. Центр, там где соприкасается у нас, да, вот сюда, вот сюда, где соприкасается у нас ткань, вкладываем, кладем нашу Масленицу и начинаем оборачивать ее. Это нижняя ткань пойдет в левую, в правую сторону, да, а вот верхняя ткань через ручки закручивается и идет в левую сторону. Таким образом получается, да, как бы вот накладку, вот, обратите внимание, юбочка. Один, как бы, квадрат набегает на другой. Это символ целого года, да, того года, символ круга, можно сказать, того года, который, собственно, и должна оберегать Масленица, должна находиться в вашем доме. А вот здесь еще нужно быть внимательным, и вот эти лоскуточки достаточно высоко накладывать, чтобы нитки не были видны. Так, вот еще раз у меня. Да? Вот поглубже, прям поглубже, и чуть повыше накладывать вот эти лоскуточки. Вот таким образом. Так. Вот, 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 вот сюда. И тоже приматываем ниточкой. Потуже. И завязываем. Вот таким образом получился. Можно чуть-чуть подтянуть, выправить. Да? Вот таким образом получился у нас с одной стороны юбочка, с другой стороны юбочка. И теперь осталась у нас последняя деталь. Достаточно быстро куколка делается. Мы завязываем платочек. Платочек завязываем, да, кукла у нас получается, как кукла-девочка. Поэтому платочек у нее завязывается под подбородком. Под головкой. Вот таким вот образом. Вот такая у нас получается кукла-масленица, которую мы сделали тоже накануне масленичной недели. Уже буквально на следующей неделе наступит масленица. И я надеюсь, что она будет оберегать вас в течение всего остального года. Всего вам хорошего. Я буду рада видеть вас снова в музее Тульской древности. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!